Алло, Вера, это Саша. Всем привет. Ребята, мы только что узнали, что живем с соседом, который желает нам смерти. И мы прекрасно понимаем, что это очень серьезное обвинение, и нельзя просто так, такими словами разбрасываться, но у нас есть этому доказательства. У нас есть все доказательства, чтобы показать вам, чтобы вы в это поверили, что он действительно желает нам смерти. Это не просто так происходит. И хуже всего то, что мы сейчас сидим на карантине, и мы не можем выходить надолго из дома. Плюс ко всему мы не можем переехать, потому что сейчас просто брони не подтверждают, все боятся вот этого вируса и, в общем, целая проблема найти новое жилье. Давайте мы вам покажем кадры, просто почему мы так решили, кто этот человек, что он от нас хочет, куда он ходит, мы это тоже узнали. Да, и, в общем, мы уже пытаемся на протяжении последних двух дней решить вот эту головоломку. И давайте мы вот прямо с самых первых деталей начнем наш рассказ, чтобы вы тоже вот поняли, как бы, как у нас даже зародились сомнения в голове, и мы пришли к такой идее, что сосед может быть убийцей, там, или каким-то плохим человеком. А еще, кстати, немного отвлекаясь от вот этой общей темы, мы хотели бы рассказать то, что мы недавно с Сашей поспорили на 100 тысяч рублей. Кто первый наберет подписчиков? Саша 1 миллион подписчиков, или я 2 миллиона подписчиков? На 100 тысяч рублей. Это для меня очень важно, так что обязательно подписывайтесь на этот канал прямо сейчас. А лучше подписывайтесь на канал Алекса Моралов. Нет, на этот канал обязательно прямо сейчас. А их точно было 6? Вроде да. А, да, 6, все правильно. Эти камни мы нашли еще вчера вечером, но я не знаю, почему-то мы не обратили на них внимания, ну, что-то забыли про них, реально очень устали, у нас была тяжелая ночь. И сегодня мы, наконец-таки, их посмотрим. Они еще даже не до конца высохли. Я не знаю, почему, видимо, потому что здесь очень влажно. Мы находимся сейчас на Бали, на острове в Индонезии. Здесь очень жарко и влажно. Я вижу, что тут какая-то, ну, во-первых, помимо того, что они еще не высохли, здесь, видимо, какая-то, что это такое? Какой-то знак, символ. Вообще похоже, да, на какой-то клякс вообще даже, я не знаю. Мне кажется, это буквы, Саш. Слушай, они везде и есть. Ребят, если вы не в курсе, то эти камни я достал со дна бассейна, когда мы проводили ритуал вместе с экстрасенсом. И, ну, они просто каким-то загадочным образом появились в бассейне. Мы до сих пор не знаем, откуда они взялись. В смысле, кто-то швырял, мы на скрытых камерах видели, как были бульки. Значит, скорее всего, кто-то кидал туда в бассейн. Все, это как бы абсолютно очевидно. Я так понимаю, что это буквы, и они написаны ярко-желтым цветом. Ты понимаешь, к чему это все ведет? Ты думаешь, это ультрафиолетом написано? Я думаю, это написано каким-то маркером, который в ультрафиолете светится. У нас есть фонарь. Ребят, если вы не в курсе, мы использовали этот фонарь на протяжении всего мистического квеста, потому что он его нам предоставил, и мы с помощью этого фонаря отгадали много... Блин, я не верю в то, что этот мистический квест мог опять вернуться. Ребят, я надеюсь, да, то, что это не мистический квест, потому что мы сейчас находимся на закрытом острове на карантин. То есть сейчас сюда самолеты практически не летают и не улетают, так что очень проблемно будет вот этим людям в масках нас найти именно здесь. Не практически. Мы 100% уже с этого острова не улетим. Мы все, мы находимся здесь, мы закрыты. Мы никак не можем в ближайший месяц, я так думаю, попасть куда-то еще. Все. Поэтому настолько... Я даже не знаю, я не думала, что он вернется. Я реально не думала, что вернется и от мистического квеста будет давать задание. Потому что, ребят, если вы не в курсе, у нас есть плейлист мистический квест, и там на протяжении последнего, ну, больше года, наверное, этот квест дает нам задание. Он не отстает от нас. Я уже устала морально, и последние несколько недель, месяц, наверное, он не появлялся. Все, затих. Мы думали то, что он отстал. Но оказывается, что он вернулся, скорее всего. Ты посмотри на это. Вот я сейчас включила фонарь, и здесь явно какое-то послание. Ты понимаешь? Это буквы, Саша. Это буквы S, скорее всего. Ну, да. Это либо мягкий знак, ну, мягкий знак, да. Это R. Это M. Если это русские, то это M. Если английские, то W. Это не похоже на E. Ну, E такие обычно не пишут. Мне кажется, что это M. Видишь, от воды все, он покоцался. Ну, весь этот. Да, слушаю. Это T. Это E. Вот это E. Так, слушай, ну, какое слово можно составить? Ре... 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 Реемс... Что? Реемс-то... T-M... Ребята, пожалуйста, напишите в комментариях, пока мы сейчас разгадываем, какое-то, может быть, слово, чего там зашифровал наш сосед, или кто это был. Я не знаю, кто это был. Ладно, а что если... Ме... Месть? Месть? Месть. А к чему тогда буква R? Мерсть. Может быть, это смерть? Смерть. Саша, это смерть. Саша, ну, что, ты думаешь, нам угрожают просто, или что? Ребят, просто последние несколько видео мы снимали в бассейне, и мы замечали, что за нами как будто кто-то следит из окна, то есть там какие-то силуэты проходили, какие-то были люди. И это вот этот вот неизвестный сосед, который есть, который, по идее, живет с нами на вилле, но мы его ни разу не видели. Ребята, я отказываюсь верить в то, что вернулся мистический квест, и я думаю, что, возможно, это может быть какой-то недоброжелатель, кто увидел, что мы снимаем здесь видео на вилле, узнал как-то, что у нас есть каналы на ютюбе, посмотрел и решил так подшутить над нами. Но вполне возможно, что это вернулся мистический квест. Ну, либо возможно, что это просто там, не знаю, с нами наш подписчик живет и издевается просто, там такое же тоже может быть. Слушай, у нас подписчики просто душечки, зайки, котики, и никто нам ничего не желает. Просто я всех люблю, обожаю, и, ну, ты вообще вот сам можешь предположить? Я уже предполагала такое, что это может быть наш подписчик. У нас была только одна подписчица, которая охотилась за нами на кладбище. Все, таких больше нет. Это была индивидуальная просто такая ситуация, понимаешь? И у нас есть видео про это, где подписчица следила за нами на кладбище. Это просто та еще история. Обязательно посмотрите это видео вот здесь или по ссылке в описании. В тот момент, когда мы разгадывали вот этот шифр, эту загадку, которая была написана на камнях, мы не могли со стопроцентной вероятностью винить в этом нашего соседа. Но на всякий случай мы решили за ним проследить. Мы на самом деле даже думали, могли подумать о том, что это могли быть какие-то мистические силы, потому что паранормальщина в этом доме, когда мы сюда заехали, была повсюду. И когда мы начали за ним следить, мы очень много интересных вещей заметили. Сначала мы заметили кадры, где что-то шевелится в двери. Вообще, в принципе, день начался очень забавно. Мы обращали внимание на каждые детали, на все, что шевелится и не шевелится. И первым, на что мы обратили внимание, это была дверь слева напротив корпуса. Там появились какие-то руки-ноги. Мы не поняли, что это сначала. Но потом, когда мы приблизили камеры, мы уже догадались, что там действительно орудует уборщик. Ну, либо это просто как бы есть наш сосед, который метет метлой, но потом, чуть позже, мы поняли, что это не он. И сразу возникает вопрос. Почему уборщик убирается на той части виллы, а в этом корпусе он не убирается? Видимо, его специально как-то заказали? Ну, то есть, возможно, там, не знаю, следы преступления какого-то убирать. Или что там можно убирать, я не понимаю. Или хозяйка этой виллы, она нас не предупредила о том, что есть функция уборщика, а тех людей предупредила. Или это специальный клининг? Не знаю. В общем, далее мы начали следить уже за комнатой, которая находится на втором этаже, прямо напротив нас. И заметили, как там, ну, реально кто-то присутствовал. То есть, мы видели ноги какого-то парня. Потом мы видели еще даже какую-то странную, не знаю, фигню, которая в воздухе крутилась белая. Обратите внимание, с правой стороны на видео видно какой-то белый, я даже не знаю, белый сгусток. Ну, какое-то свечение, да. В общем, очень странно это выглядит. Мы до сих пор не можем это объяснить. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, что это может быть. Когда обращаешь внимание на видео уже постфактум, после того, как мы это сняли, то это выглядит реально очень жутко. Такое ощущение, что здесь присутствует какая-то потусторонняя сила, слишком сильная энергия, которая выражается именно так. Ребят, самое страшное начало ночью происходить. Ну, точнее, как ночью, после заката. Ребят, в общем, мы сейчас заметили, как выглядел свет напротив. Там кто-то чухнул. И, в общем, вот этого странного соседа, который мы вообще уже подозреваем просто во всех грехах. И, ой, Фи, а он идет, видишь? Тихо-тихо, давай на полковой выйдем. Я заметил, что в комнате напротив выключился свет. Да, и Саша сразу включил камеру, потому что мы очень долго до этого сидели и наблюдали за тем, что происходит, и ничего не происходило. Но потом, когда мы начали снимать, мы сняли очень интересную вещь. Тихо-тихо, заши меня. Да, мы увидели нашего соседа, который был внизу, возле бассейна. Он спустился вниз по лестнице, взял камни, зашел потом обратно. Я без понятия, что он делал там, но потом он спустился обратно к бассейну и покидал все эти камни в бассейн. Это мы тоже засняли на видео. Тихо. Ну и мы, в принципе, недолго думаю, решили за ним проследить, потому что он пошел куда-то обратно, свет, тем не менее, у него в комнате не включился. То есть мы решили ждать его возле выхода, посмотреть, куда он там собрался. Самое удивительное, что он был в плаще. В этот день дождя не было и даже не предвещалось. Прогноз был абсолютно безоблачный. Но он зачем-то надел плащ. Это заставило задуматься о том, что первое, либо он маскируется, второе, либо он идет на преступление. Ну, потому что зачем реально ходить в тропиках, в плаще. То есть это как минимум будет очень жарко, душно. И если нет дождя, это абсолютно глупое... Иди за ним, быстро-быстро, давай, Закон. Я же идешь, давай быстрее. Давай, давай, давай. Пошли, пошли. Саша, пойдем. Мы стояли за углом и аккуратненько вытаскивали камеру из-за угла. Точнее, это делал Саша, пока я быстро собиралась и готовилась к тому, что мы сейчас куда-то поедем за кем-то следить. И в поле зрения камеры попал длинный коридор, который ведет к выходу, и этот человек. Даже его лицо попало, но на самом деле было очень плохо видно, потому что уже слишком темно было, и лицо все смазанное получилось. Ребята, я думаю, что даже можно составить автофоторобот этого человека. Обязательно напишите об этом в комментариях, если вы хотите, чтобы мы сделали фоторобот и сняли это на камеру. Саша, он на пайк садится. Саша, он на пайк садится. Саша, он на пайк садится. Не знаю, в общем, почему, но он остановился и начал что-то в телефоне искать. Это дало нам буквально несколько секунд форы, чтобы мы сели тоже на байк и начали его преследовать. Мне кажется, он просто переписывался с кем-то или уточнял какие-то детали, или договаривался о встрече. Вот что-то такое, что он ждал чего-то да-нет, чего-то указания. Так, мы сейчас направляемся за этим в фон. Я не знаю, будет ли вам что-то видно, но мы снимаем абсолютно без света, без всего. Вот. Куда ты направил? Блин, столько много байков, Вер. Это очень много байков. Очень много байков, как нам его не упустить? Потому что он без парк елит, Вер. Мы начали его преследовать, и я очень переживал о том, что мы его можем упустить. Потому что было достаточно темно на улице, все байки одинаковы в темноте, и потерять его из виду было очень легко. А я почему-то переживала за такие вещи, как взять с собой свет, потому что было темно уже на улице, у нас не было никаких источников освещения, кроме света, как вот этот. Мы очень мешкались, я старалась вспомнить о масках, потому что сейчас карантин, и не следует выходить из дома без маски, и много-много других вещей крутились у меня в голове. Я даже не понимала, что это настолько опасно. В итоге, когда началась погоня, и мы уже прямо на большой скорости за ним ехали, начал ветер задувать очень сильно в микрофон, поэтому буквально вот все видеокадры испорчены. Мы сейчас все равно вам их покажем, и постараемся прокомментировать за кадром, чтобы вам было понятно, что происходило во время погони. Как только мы выехали и начали его преследовать, то я заметил, что у него задняя фара не работает. Да, еще мы снимали абсолютно без света, без какого-либо освещения, ведь это было бы очень глупо, если мы освещали себя, и нас было бы таким образом очень хорошо видно, и мы бы 100% спалились. Поэтому мы снимали в темноте. Этого парня вы можете определить по такой серебряной светоотражающей полоске, которая у него на дождевике на спине была. Мне было на тот момент очень страшно, я не знала вообще, что будет дальше, ведь мы сейчас ехали из какой-то деревни в область, из деревни, в которой мы там живем рядом. Я заметил, что этот чувак начал замедляться, и я начал Веру сразу спрашивать, что мне вообще делать, мне тоже останавливаться, или мне просто его обгонять и мимо приезжать? Он стоял слева на обочине, и я решила снять его лицо, но естественно там не было ничего видно, потому что просто было темно. И в итоге мы его проехали, оказались на каком-то мосту. Вообще на мосту разворачиваться ночью так себе удовольствие, но нам ничего другого не оставалось, потому что мы должны были как-то за ним проследить. Если бы мы просто вперед уехали, он бы сейчас просто уже там ушел куда-то, и все, мы бы его потеряли навсегда. Да, и наши действия оказались бы просто бесполезными. Но вообще чисто физически это было не на мосту, а перед мостом, поэтому мы все-таки решили развернуться, обсуждали это все, и потом проехали этого парня и начали останавливаться на обочине. Мы остановились на обочине и решили просто спрятаться куда-нибудь. Там была какая-то будка небольшая, похожая на какую-то автобусную остановку или, не знаю, какую-то палатку заброшенную. Мы решили туда внутрь забраться. Положи вот эту вот хрень, пожалуйста. Так куда? Давай я с собой возьму, Вер, пойдем. Бряжьте быстрее. Чувак, идем, отдам. Что это за ним? Это остановка, что ли? На камеру. Короче, его не видно, где он вообще? Не видно. Давай я пробую посмотреть. Как только он прошел мимо нас, когда мы сидели в засаде на этой остановке, мы решили проследовать за ним. За ним пойдем или нет? Да, да, да. Этот человек в плаще свернул с большой дороги, с главной дороги, направо и ушел в темноту. И мы пытались какое-то время идти за ним, но потом стало настолько темно, что вот просто хоть глаз выкли, и мы решили, что вообще нет смысла за ним идти, сейчас точно мы там спалимся, свет мы включить не можем, и мы решили вернуться туда на следующее утро. Но то, что произошло на следующее утро, нас просто шокировало. Я даже не знаю, как вам об этом рассказать, но мы все сняли на видео, обязательно посмотрите это видео на канале Алекса Морал, вот здесь, или по ссылке в описании. А также смотри видео на канале Алоэ Вера 2.0 по ссылке в описании, где мы едим всякие разные индонезийские сладости. Ну и просто снеки. Подписывайся на этот канал и увидимся снова, пока. Субтитры сделал DimaTorzok